В общем, захват «Стингера», из-за которого экипажи вертолётов с тех пор летают на предельно малых высотах, этот захват стал приоритетной задачей для сил специального назначения Советского Союза, для подразделений Главного разведывательного управления. За «Стингером» охотились все и расположенные в Демократической Республике Афганистан подразделения советских войск, и афганская армия, и аналог КГБ СССР «ХАТ» — афганская структура государственной безопасности. Итак, мы с вами видим караван. Вот на лошадь с вьюками, руками маджахеды переносят некий ящик, похожий на тот, которым переносятся пазырка. Караван останавливается на привал. А всматривается. Уставшая лошадь развьючивается. Обратите внимание, у многих боевиков в руках еще винтовки. Это в эпоху, когда на поле боя и на вооружении основных армий мира господствует автоматическое оружие. Мы говорили с вами про трудности снабжения боевиков современным оружием и боевыми припасами. Боевики готовы к встрече. Груз доставлен, выгружен, караван уходит. Внезапно что-то начинает происходить. Что-то заметили. Подрыв. Скорее всего, боевики сумели разоблачить сотрудника афганской государственной безопасности ХАП. Желтый дым. Желтый дым. Сигнал. Под прикрытием дыма раскрытого сотрудника уводят обратно. Для выполнения таких специальных задач, конечно, нужно было иметь мужество. Риск колоссальный в случае обнаружения. В это время на сигнал скрытно выдвигается с противоположной стороны советская разведгруппа. Для выполнения основной специальной задачи. Боевики насторожились и озираются. Душманы понимают, что, скорее всего, они попали в ловушку. К месту остановки каравана выдвигается советская боевая машина пехоты БМП-2, вооруженная 30-ти миллиметровой автоматической пушкой. Такие машины появились по опыту войны в Афганистане. Ее эффективное вооружение, пулемет и автоматическое 30-ти миллиметровое орудие позволяло эффективно вести боевые действия в горных условиях. Начинается перестрелка. Продвигается советская пехота. Обратите внимание, бойцы прикрываются броней боевой машины, которая ведет огонь по противнику. Маджахеды отстреливаются. Боевая машина пехоты. Грозное оружие на поле боя. Внезапно гранатометчик боевиков прицеливается. Экипаж его не видит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова